здравствуйте друзья здравствуйте с вами дмитрий академия юридической грамотности центр юридической защиты компания лям друзья мои сегодня срочный выход в эфир я не знаю что произошло там на той стороне баррикад но вчера рассказываю историю предысторию сегодняшнего события вчера мне поступил звонок кредит экспресс финансов я уже думал что про меня забыли уже какое-то время месяц мне не звонят по моим долгам которые я уже давным-давно скажем так выражаясь тем самым языком простил доблестным банкиром звонок кредит экспресс финанс представляется персонаж неким максимом там калининым что ли но суть не в этом как потом выяснилось это имя вымышленное очередной раз ну и попытка меня подгрузить опять в очередной раз на оплату естественно я своем репертуаре человека поставил на место и казалось бы все казалось бы все на этом ситуация подравнялась а нет мы как-то я так сам и не понял что он на меня было неожиданностью что он в общем то пошел по моему пути то есть принял формат моего диалога то есть ему я его заинтриговал вот этими всеми событиями да что он на самом деле не понимает что он делает что его работодатели обманывают и так далее из взаимных не взаимных а то есть вот диалог перевернулся скажем из какого-то конфликтного он превратился такое знаете поучительные с точки зрения впервые в жизни коллектор проявил интерес то есть включил мозг свой и стал меня слушать после чего попросил у меня skype мой на предмет пообщаться на эту тему и сегодня друзья мои он мне позвонил на мой телефон на сотовый со своего сотового телефона и мы мило пообщались вашему вниманию я представляю сегодня запись этого разговора без комментариев без ничего просто вы должны понимать да вот почему я сейчас собственно персоной выхожу на связь к вам да я просто объясняю что для тех кто может что-то недопонял то есть коллектор заинтересовался заинтересовался деятельностью нашей организации и до такой степени заинтересовался что несмотря ни на что перезвонил на следующий день мне на мой сотовый для того чтобы поговорить обо всем и так слушайте оценивайте комментарии пожалуйста пишите кстати говоря не забывайте очень скоро наш бесплатный вебинар по выходу из долгов под видео в описании видео ссылочка также ссылочка будет для тех кто хочет стать под юридическую защиту тоже в описании видео но и аннотации все видите они появляются кликнув на которые вы сможете по теме перейти либо записаться на бесплатный вебинар либо оставить заявку на юридическую защиту обязательно те кто будет на юридическую защиту оставлять заявку пожалуйста посмотрите на нашем сайте на который вас система переведет видео там как устроена работа нашей компании и все подробно чтобы лишний раз вы не тратили свое время на переговоры с нашими специалистами с точки зрения того что вы можете увидеть сразу и понять как и что ну на этом все слушаем запись с коллектором очень интересно на мой взгляд получилось эксклюзивная ситуация редко такое бывает вообще в моей практике впервые я считаю своим долгом вам дать скажем так на растерзание кому-то кому-то просто на в оценку ситуации но пожалуйста смотрите оцениваете наслаждайтесь на связи был кузнецов дмитрий академии юридической грамотности центр юридической защиты компания аля всем хорошего счастья здоровья вам вашим близким здравствуйте дмитрий а кто это меня зовут нашли викторович калинин как я вам представляюсь так значит звоняю сейчас ну как вы поняли своего личного уже номера мне просто хотелось бы с вами поговорить запросто но мне нужно поговорить так чтобы меня за это денег слишком много не брали и я не знаю скайпе никак не могу вас добавить я думаю я неправильный дал логин там другое потом дал ну вот и понимаете по второму я тоже меня не получилось знаете о чем дело я пытался вам позвонить по телефону сейчас я перезвоню на этот номер хорошо наверное вот будущее на алё здравствуйте дмитрий я просто хотел вам немного интересного рассказать на самом деле вот то что я вот сейчас вам позвонил это делового актера особо-то и не то есть если у вас есть какие-то дела то можете просто перестать со мной разговаривать да и все это ну да ладно я перезвонил я не особо горю там каким-то диким интересом но если есть собственно говоря прецедент почему не воспользоваться пообщаться ну вот просто ваша система она оказала мне стало интересно потому что как вам правильно сказать так я работаю коллектором только губа из-за интереса ну как правильно сказать ну посмеяться что детская моя прихоть мне всего 20 лет и вот небольшая новость ну интересная новость насчет агентского договора то что вы говорили мне да то есть заключаются они после того как клиент оплатит да мне показалось что это так и есть на самом деле потому что ну а как ищедривать если мы не можем чтобы вы должны да прощупать его смысл вам тратить время на человека да заключать договор если он не коммуникабельные вашу сторону то есть если человек для меня это не секрет поверьте я с коллекторами народосводительности я понимаю что давно общался и знаю высшее руководство многих коллекторских структур и микрофинансовых организаций также общаюсь с многочисленными банкирами уровня серьезных кожаных кресел они клерков вот у меня работа просто такая для меня здесь не секрет я вам я собственно говоря не боюсь даже сильно ошибиться я могу полностью вашу структуру вам рассказать и вы скажем так узнаете и то что вам говорят ваши работодатели да то что они говорят это вообще никаким образом не будет сходиться нет наоборот в любой коллекторской компании очень большой и на оплате знаете вы просто не представляете у нас все три офиса в стране у вас в стране плюс удаленные сотрудники есть кто могут еще работать на основных ресурсов там установив определенную программулю ну и тоже получают но это даже никаким образом собственно говоря на ситуацию не влияет просто капитация фактов да и я просто хочу сказать то что по хантамасийскому банку звонить собирают ну звонят в любом случае точнее по банку открытия на сегодняшний день просто можете сразу знать что он звонит скорее всего Астрахань город Астрахань ну и так далее да нет да мне то что просто дело в том что тут вот такой небольшой парадокс да то есть я никакой злобы к вашему брату что называется не испытываю с точки зрения ненависти или какого-то личного дискомфорта да я понимаю мы просто параллельно как перейдем по вашей схеме до судеб судебка там ну и мы просто как да мы у вас нет не решаем даже досудебка у вас и заканчивается собственно финал стоит на досудебке как на таковой потому что в суд коллекторскому агентству не попасть нам уже и никаким образом только если выкупленные дела будут да и то но это понимаете ваши руководители прекрасно это понимают что шансов даже выкупив дело у вас не будет вот вообще в нашей стране физика взыскать очень тяжело если физик реально себя ну чувствует нормально уверенно сам либо его защищать моего клиента еще ничего не взыскали ни разу вот именно из тех заявленных сумм позиции которые озвучиваются при вот формировании какого-то там рабочего процесса со стороны коллектора в досудебном взыскании то есть если взыскивается только голая сумма долга и то там на протяжении может быть одного года по месяч на рублей по 500 по 1000 если сам клиент не придурок если клиент делает то что мы говорим ему я понимаю он просто ходит там раз месяц по тысяче платит исполняет решение суда и приставу пофиг и на банк и приставу хочется отработать с утра до вечера и прийти домой пельмени поесть вот и все а вот рассказывают коллекторы такой бред ну естественно этот бред подпитан психологическим определенными приемами и действует на скажем так серьезное количество серьезный процент обзваниваемых и вы там получаете я так понимаю за каждый внесенный там ну результативный разговор после которого последует оплата хоть какая-нибудь вы там получаете какую-то копейку ну давайте я вам объясню немного эту систему во первых то что там сброс звонков нам недоступен я вот хочу вас сразу уведомить что нужно сбрасывать звонки это не запрещено единственное что только нельзя превышать это количество сброшенных звонков и все то есть там есть определенный лимит да да то есть поэтому кучи разговоров ну сами поймите то что вы говорите что вам нельзя сбрасывать он может просто сбрасывать потому как у нас в организации как вы что-то Максим сейчас одну секундочку одну секундочку я сейчас вынужден сбросить мне тут это самое и через полминуты перезвоню хорошо я хорошо ничего страшного да алло вот и в этой связи просто еще раз повторю в этой связи никакого шанса вот говорю если человек защищается нормально ситуации разбирается вообще у него нет шансов вернее у его оппонентов шансов практически но они сводятся к нулю получают амбициозные вот эти вот заявления там финансовые то есть грубо скажем что касается меня ханты-мансийского банка да то они вообще в суд на меня не подают то есть сколько там дней 600 сколько-то там с лишним дней то есть у меня в этом отношении совершенно устойчивая позиция да вы понимали я не всегда занимался кредитами я таможенный я занимался таможней то есть вот растаможка грузов там серьезная организация в связи с определенными событиями всем известными да вот эти вот кризис он в общем формате стал заметен вот в каком-то году в позапрошлом да по большому счету уже кризис стал этот чувствоваться еще там начиная 2010 года когда начали прикрывать сначала маленькие таможенные брокерские фирмы потом средние и потом вообще то есть государственные структуры только с поддержкой государства стали на рынке оставаться но у нас естественно бизнес скис вот я понял и пришлось переквалифицироваться кстати говоря ни капли об этом не жалею вот и я с 2010 года сначала со своими всеми делами разбирался а потом уже ну чтобы проверить что это все работает и уже начал после этого привлекать людей одна из крупнейших компания алям один из крупнейших юридических операторов на территории российской федерации ваши братья уже очень хорошо знает эту ситуацию вот компания алям на слуху самое главное что банкиры ничего не будут делать против нас потому что оппозиция всегда нужна и в политике и в бизнесе вот таким вот образом а работа у нас будет ровно столько сколько времени сколько будет существовать банковская система потому что ну в целом я понял опять же сказать если законная банков незаконная точнее банк или как то так надо да не так я вот вот в контексте вот этого да комментария вашего сейчас скажу что я не против банков банковского бизнеса я против того самого беспредела который не чинят да то есть наш нецивилизованный банковский подход это совершенно вот вопиющий момент клиента начинают обманывать вот с момента вручения ему документа на подпись ни в одном банке вот подчеркну ни в одном даже в крутых этих сберах в тб ни одного договора типового нет чтобы он сто процентах соответствовал закону о банках и банковской деятельности вот есть 451 статья гражданского кодекса она не буквально так гласит но там если разбираться с точки зрения юридического подхода да то можно констатировать следующую ситуацию что любой договор составленный вопреки действующему законодательству в большей либо меньшей степени пункта да уже может быть суде признан ничтожным и он по большому счету в юридическом формате действия гражданина оправданы если они выполняют условия договора в котором он разглядел хотя бы даже вот предварительно какие-то нарушения вот какая ситуация и что касательно 152 закон я просто точку не могу сказать не понимаю то есть не имеет права предоставлять нашу организацию информацию как третьим лицам как вы вообще ее воруете в курсе да вы же берете информацию из сайта с биржи должников правильно ну ты Максим извини на ты младше моего сына поэтому я уж возьму на себя смелость тебе тыкать без там всякой доли иронии да 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 дело в том что ваши руководители вам очень многого не говорят и вот эти базы прозвона по которым вы работаете да они пополняются вот с обычных сайтов у которых любой человек в принципе при определенной доле скажем так умение да может зарегистрироваться и получить доступ к базы должникам как появляются должники да просто банки выкладывают этих должников после определенного времени в эти базы и все там нет никакого невероятное количество знаешь сколько статистика на конец 2014 года Росстат опубликовал статистику проблемной закредитованности в России как я понял 40 миллионов человек 40 миллионов человек проблемная закредитованность это люди которые более двух месяцев пропускали платежи ты понимаешь это 80 процентов трудоспособного населения и вся эта публика дружным строем пополняет вот эти базы должников доказать что этот сайт сделан банкирами нереально невозможно они в этом отношении спокойно скажут ребят мы ничего не знаем кто эти сайты держит понятия не имеем в случае блокировки этих сайтов тут же появляются копии и основным ключевым клиентам это все сообщается ну ключевым коллекторским службам и они продолжают работать совершенно спокойно вот таким вот образом это выглядит они просто берут и начинают алгоритм вашей работы поправь меня если я ошибаюсь ну ты кстати говоря можешь об этом и не знать элементарно вам добавляются в базу люди буквально по определенным критериям там существуют критерии самых платежеспособных да и вы их начинаете прощупывать то есть звонить по определенным вашим инструкциям так называемым методичкам которые вы наверняка на стажировках получаете скрипты скрипты это называется да у любого колл-центра в любую тему скрипты да таким людям как я эти скрипты уже просто веселят нас эти скрипты слова конструктивный диалог вы со своей мамой разговариваете ты не представляешь сколько вот у меня переадресация работает да чтобы ты понимал клиенты моей организации сбрасывают звонок да у них настроена переадресация они попадают на ну звонящий попадает на наш колл-центр естественно и я беру эти трубки иной раз вот а ваш колл-центр так всегда разговаривает просто не вот нет наш колл-центр разговаривает совершенно спокойно здравствуйте кто вас интересует тот то 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 по какому вопросу по такому то отлично хорошо спасибо вся информация отправлена в письма в банк если вас еще что-то интересует подготовьте вопросы и мы вам ответим то что ты на канале видишь это уже моя забава лично я понимаю что никакой ответственности за это я не понесу никогда в жизни да да и канал на ютюбе это определенно это мое хобби как ты говоришь да только это хобби мне приносит определенный еще доход да не с точки зрения стоимости вот этих рекламных переходов на ютюбе а с точки зрения что ютюбе идет определенный процент еще людей в юридическую защиту то есть вы коллекторы скажем так думая что вы портите кому-то жизнь вот в моем случае вы наоборот не повышаете уровень моего дохода или дохода не 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 я не так может быть выразился да звоня в надежде на то что там попадете вы какому-то клиенту да жертве да как я называю ситуацию там убедите его отдать денег иной раз ну не так часто конечно но тем кому не везет вы попадаете на наш колл-центр а еще более не везучим попадаете ко мне когда я вот сижу мне делать нечего ну чтоб ты понимал да настроена как основная сим-карта ну я понимаю и от нее там идет уже разветвление на телефоны колл-центра и основная карта у меня дома лежит прям буквально дома в телефоне я в любой момент могу любой входящий номер взять и пообщаться с этими коллекторами вот и в этом случае записывается разговор естественно я его совершенно спокойно удаляя фамилии должников выкладываю в общий доступ на ютюбе причем должники не против более того они сами начинают уже так же разговаривать и присылать мне разговоры как ты сказал да я предоставлено подписчикам называется и то что вот это вот там более 500 роликов уже сейчас на канале лежит это знаешь наверно 1-2 процента от всего входящего контента то есть сотрудники колл-центра естественно разговаривают тоже по скрипту но этот скрипт сам понимаешь какой я тебе скажу поэтому здесь да все очень просто и понимание того что звонок клиенту никаким образом на его жизненную ситуацию не влияет то есть если человек сбросил либо просто проигнорировал звонок коллектора это очень ценное знание с которым даже многие многие что они думают что раз он взял деньги он должен с ног до головы не знаю говорят вам или нет это как устроена банковская система и когда вы там пытаетесь давить на совесть человека ты взял нужно отдать я тебе скажу в двух словах алгоритм появления денег у банкиров они их берут в ЦБ то есть формируется кредитный портфель с резервов центробанка вот любой банкир может заявить сумму для формирования кредитного портфеля на определенный период времени ему эти деньги ну как скажем так одобряются он может спокойно ими манипулировать вот и все а деньги в ЦБ откуда берутся не задумывался ни разу подождите центробанк осуществляет денежную эмиссию разве нет откуда у него деньги могут центробанк вообще не коммерческая структура да просто формирование кредитного портфеля у коммерческого банка идет за счет как их зовут термин забыл одним словом любой коммерческий банк может совершенно спокойно обратиться скажем так за таким же кредитом только с большим количеством нулей в центробанк вот и все но только это не в буквальном смысле там на тебе вот в портфеле пучу денег а просто виртуальная цифра появляется на счетах там для формирования кредитного портфеля коммерческого банка в коммерческом банке деньги появляются откуда то есть вены артерии да откуда это казначейство Российской Федерации а казначейство это генератор наших налогов одним словом когда человек берет деньги думая что он берет у кого-то взаймы он просто берет свои деньги вот свои собственные деньги вот так сказать и отдать их должен еще и с процентами более того чтоб ты понимал да ВВП в нашей стране по-моему там что-то 17 триллионов за 15-й год а в виде кредитов было выдано на конец 15-го года что-то порядка ну я не знаю сумма 40 триллионов рублей вот так вот то есть эти деньги больше из воздуха людям дают деньги которые они и заведомо банкиры понимают верхушка что эти деньги нереально вернуть обратно вот и все ну да то есть человек берет воздух а должен отдать настоящие живые деньги и то что кто-то не отдает это просто ну заговор государства как угодно может быть какая-то скрытая политическая авантюра там и не знаю я уже в политику не лезу но суть остается вот это и чем большее количество людей собственно говоря сообразит что происходит а ну ничего не произойдет на самом деле процент не понимающих процент не понимающих процент алчных людей которые идут за кредитами гораздо больше чем процент клиентов нашей организации поэтому что банки что вы коллекторы без работы вы никогда не останетесь ну и мы в том числе ну да конечно такой малорадостный факт ну опять же если бы если бы служба судебных приставов все-таки да работала ну по крайней мере не как вы там описывали то есть бумажку про действительность ну человек который погряз в этих бумажках ему не хочется этого делать на самом деле ни в коем случае а почему смотри у них четкие инструкции внутренние судебный пристав должен смотреть не на сумму долга а на возможности должника и уж пойми судебный пристав это чиновник государственный вот эту схему он может быть не понимает но инструкции все составлены из расчета вот этого то есть долговой тюрьмы нет непосильными платежами клиента задушить не имеет права да загнать человека в могилу он может с него взять только то что может дать сам клиент поэтому приставы очень часто соглашаются на предложение самого должника когда приходит вот я могу 500 рублей платить и все больше ничего не могу они даже не задают тех глупых вопросов которые кажется должны задать да ну ты же взял куда ты потратил эти деньги да господи он взял потратил и они вот круговорот денег внутри какого-то закрытого государства вот понимаете они вот они в государстве то есть государство ничего не теряет почему так борются с выводом средств за границу потому что в этом случае да и дают потери государства незаконных выводов средств а когда человек взял 100 миллионов потратил их внутри страны и не отдал лично от себя тут понимаешь какая разница в одно дышло с одного дышло вышло да а в другое зашло чисто государству похер куда эти деньги каким образом они ему вернутся конкретно из рук этого должника либо может быть какого-нибудь там завода который продал ему машину все равно эти деньги крутятся внутри страны внутри того самого центробанка поэтому центробанк совершенно спокойно принимает от коммерческих банков заявление о признании какой-то части кредитов безнадежными то есть документы нужно предоставить вот и все коммерческий банк проведет там свои кредитные комитеты признает кредит безнадежным предоставит эти документы в центробанк ему эти кредиты списывают а он продолжает все равно интересно да и они не удосуживаются убирать клиентов из базы должников зачем им это нужно с ними продолжают работать наверняка вот этот мой кредит открытие который там сколько лет ему уже да он уже наверняка признан безнадежным и сам банк я приколоться могу пойти в открытие сказать дайте мне мне скажут ничего нет уже вот а вы до сих пор продолжаете долбить в надежде на то что я понесу и банк будет рад принять от меня деньги понимаешь ну да признан безнадежным от утра все не но он в архивах и ради бога через суд точно банк не подаст во всяком случае но вот на эти цифры которые вы декламируете 600 тысяч при том при всем понимая что основную сумму долга я отдал отдал да и сейчас они пытаются там 100 тысяч там с копейками мне предъявить типа отдай и мы тебя простим нет тот кто понимает этого делать не будет более того ты не представляешь сколько сейчас попадает людей вот на эту уловку отдают и параллельно за эти деньги продаются я представляю они пришли в банк получили там какую-то справку липовую а через два дня или через два месяца им начинает звонить некий Максим да с коллекторского агентства и начинает им долги бить мозги точно так же вот и все человек начинает бежать в банк а ему говорят слушай какая справка да нет все давай плати деньги не нравится иди в суд а в нашей стране принцип права носят заявительный характер если тебе что-то не нравится заявляй если ты молчишь значит ты согласен со сложившейся ситуацией вот и все поэтому вы можете спокойно и угрожать и кричать на клиентов и хамить и оскорблять в пределах 230 фазе нового да угрожать да мало кто осмелится пойти и на Максима написать заявление в прокуратуру потому что Максима кстати говоря и не Максим зовут и фамилия у него совершенно другая да вот вы конечно извините просто это же непривычки я еще не привык своим именем представлять ну мое имя там я думаю увидели так это не секрет было бы странно если бы вы представлялись настоящими именами и вам обычно сейчас представляются на самом деле ну потому что сейчас закон потому что коллекторские агентства сейчас будут при первых жалобах очень сильно трясти напка будет за это очень серьезно биться потому что хотят чтобы на рынке остались только монстры а мелочь всякая по уходила а монстры естественно останутся не из-за того что они такие законопослушные из-за того что там генерируются основные суммы то есть та же самая история как с моей таможней была остались только десятки крутых брокерских контор которые по определенным позициям там удовлетворяют амбиции серьезных тоже любителей ситуации все так же и здесь гораздо интереснее генерировать огромные суммы чем рассыпать их там по всяким мелким структурам вот и все здесь политика понятная обычный бизнес вот и все у меня вопрос у вас получается офис на петербурге да у нас вообще клиентского офиса нет мы по всей России работаем а вы по всей России вы как бы это онлайн получается работаете да человек совершенно спокойно находит информацию о нас отправляет нам документы в электронном виде мы с ними работаем а зачем какая разница заочный формат сюда производства никто его не отменял он абсолютно легитимен наибольше скажу процентов 80-90 все гражданских дел в судах рассматриваются в заочном формате те же банкиры а как происходит перевод на ваших сотрудников колл-центра значит в любом случае переадресация срабатывает вот звонит человеку коллектор ну незнакомый звонок да вот он мы говорим видите нежелательный звонок просто сбрасывайте обычно стандартная услуга мы им даем номер телефона на который срабатывает переадресация человек видит нежелательный звонок сбрасывает перед этим он настраивает обычно ну переадресацию знаешь как настраивать в телефоне если занято он нажимает звонок переходит на наш колл-центр там уже принимают звонки наши специалисты вот и все нет но получается у вас все таки есть свой колл-центр в определенном месте а колл-центр нет это в буквальном смысле это примерно так как у вас у вас есть офисы да есть удаленные сотрудники вот и все если ты спрашиваешь на предмет можно ли с нами поработать то сейчас пока у нас такой возможности нет я в принципе просто не думаю пока работать я просто хотел узнать про систему вашей организации потому что ну делаете вы на самом деле очень хорошее дело слава богу думаю я сомневался как человек я как человек ну не знаю мне сейчас 20 лет ребенок там у меня свои как вы говорите амбиции да не не то что у тебя сейчас это не амбиции это вот как я тебе говорил это скрытые психологические комплексы унижать людей пытаться их ты же понимаешь что бы ты мне не говорил давай я вам объясню это скорее не унижение даже людей я честно скажу в своей вот в этом колл-центре где я работаю зарабатываю я для Астрахани такие копейки это как знаете просто прихожая сидеть посмотреть послушать что как люди делают говорят и уйти нет желание доминировать над кем-то оно свойственно любому человеку да в той либо иной степени а если это вот скажем так позиционируется с точки зрения вот это доминирующие вот это вот приоритеты да с точки зрения унижения или там ну допустим попался тебе там пенсионерка да которая ничего не понимает сопит хрипит хрюкает в трубку и клянется что отдаст и она несет и отдает и вот если в этом случае вы испытываете не чувство угрызения да если не срабатывает в голове какой-то клапанчик да что вот человека сейчас вынудил последнее понести а срабатывает у тебя там чувство удовлетворения ощущение победителя вот это это вот вот здесь вот нужно задумываться нужно к доктору идти в буквальном смысле это диагноз таких очень много особенно вот женский коллектив у вас вот этими пестрит они женский коллектив да они все деньги деньги же любят девушки да потому что мужики они более или менее там как то так еще хотя тоже есть уродов очень много вот тетки так они вообще просто ну ты наверняка послушал да это я сейчас не просто заявляю ты youtube будешь слушать ты увидишь какие там особенно в русском стандарте я его я его вчера прослушал я и сегодня послушал что-то много на неделю вперед не отрывайся от компьютера можно слушать вот да так дело в том что вот в этом формате если ты свои амбиции эксплуатируешь вот в формате доминирования вот в таком ключе то это плохо если ты там пытаешься самоутвердиться в каком-то другом формате да понимаешь вот я там с тобой разговариваю да вот по честному да я тебя ну так по большому счету получаю удовольствие потому что я доминирую над тобой ты спрашиваешь я отвечаю здесь ничего уродливого нет возможно да то есть ты после разговора будешь определенным образом ну скажем так на какое-то жизненное изменение я буду чувствовать какое-то моральное удовлетворение из-за того что я поговорил с человеком который не безнадежен и в то же время получил скажем так удовольствие от этого вот вот моя амбиция не уродливая а если бы я думал что я сейчас тебе там сверну мозг загоню тебя в долги а точнее вы буду как глагол то применить заставлю заставлю тебя пойти в кошелек там залезть последняя вытащить и отдать при том при всем понимая что толку от этого не будет я просто тебя ограбил понимаешь да и все равно будут тебе продолжать звонить то вот если от этого испытывать удовольствие то я считаю что это ну мягко скажем уродливый подход то есть здесь диагноз здесь нужно каленым железом сжигать вот и слава богу вот этой публики коллекторской намного меньше чем нормальных людей вот бедность не порог да а скудаумие это порог вот только не смотри коллекторов не так много работают там только те кому предложили и кто согласился подругу и кто согласился конечно да я согласился только исключительно потому что у меня здесь работает дядя он говорит ты классно классно еще посмотреть что бы как единственное что я делаю это удовольствие проразговорить с неадекватным мужчиной или даже с женщиной которые просто посылают меня в грубой форме прям ну это ваш выбор я так и говорю всегда это выбор этих звонарей которые звонят и ну понимаете ребят вот вы думаете что если вас посылают то скажем тот кто вас посылает тоже плохой человек да нет я в любом случае я понимаю и я испытываю наслаждение когда я с человеком начинаю уже говорить на конструктивности диалог понимаете просто вот за полгода я работаю и за вот эти полгода из всего вот этого вот большого количества людей которые постоянно меня куда-то посылают там бросают трубки я постоянно им снова перезваниваю чтобы узнать информацию там и так далее ну все это ерунда и больше всего вот было общение с клиентами с клиентами русского стандарта которые в грубой форме всегда выражаются а что вы ждете что вы ждете грамотность юридическое население возрастает у меня парень молодой тренер мой он мастер спорта по боксу чемпион европы 24 года у человека куча результатов вот а вот понимаешь вот он почему должен бояться коллекторов скажи я вот даже не знаю почему можно это сказать ну потому что это политическое наше давление нет это не политика это не давление это менталитет российский мы привыкли всегда люди уже на подсознательном уровне дай бог твое поколение может быть каким-то образом очиститься от этого а вот мое поколение люди за 40 привыкли чувствовать существует некая неприязнь к людям которые богаче допустим взять обычную политическую женщину да лет пятидесяти какой-нибудь закалки коммунистической да она естественно будет всем говорить на лавочках там сидеть что вот это тот богатей вот это тот богатый такое такое пятое десятое но внутри в том самом подсознании она будет хотеть стать на его место это раз и будет себя чувствовать в подсознательном формате ниже этого человека и не дай бог этой женщине оказаться в нужде и подойти к этому более богатому человеку попросить денег она тут же автоматически будет переключаться на самоунижение понимаешь и а еще более не дай бог этой женщине и не смочь отдать ему эти деньги все она у тебя будет ниже плинку ей будет стыдно и у ваших коллекторских вот этих скриптах методичках на это очень серьезно серьезный расчет идет да давление на совести далее и тому подобное это работает что ж поделать вот это работает и будет работать в америке это бы не работало и не работает потому что там все строго не нравится что то ребята шагомарш в суд есть четкие гражданско-правовые отношения есть договор есть выполнение какого-то пункта договора не нравится давай в суд иди и все вот таким вот образом и никаких там а вот у меня вопрос есть такой по поводу банка если вдруг вы знаете да да что-то со связью оператора видимо выключил 30 минут прошло вот да продолжаем я вас спрашивал про центробанк просто я знаю что вот 333 статья да то есть отмена неустойки дудом да а неотмена неустойки идет по определенному естественно принципу да то есть в любом случае процентная ставка договора она никуда не денется да но каким образом происходит у центробанка есть своя процентная ставка средняя за все я знаю это называется ставка рефинансирования ключевая там ставка и так далее естественно когда допустим заряжается какой-нибудь иск да суд и оппонент ответчик просто молчит судья просто банально в большинстве случаев не секрет что суды лоббированы банкирами просто удовлетворяет в полной степени да данные конкретные если человек защищается я всегда говорю на вопросах коллекторов вот знаете столько людей проиграли суды я говорю конечно по процентам соотношения да многие судебные приказы вносимые все одобряется и человек просто даже не в курсе бывает что это произойдет по факту исполнительного производства да на это растет просто пройдет соотношение все не поймет и будет поставлен перед фактом хотя даже вот эта постановка перед фактом она в принципе какой-то фатальной роли не играет если человек не был должным образом уведомлен то исполнительное производство отменяется в 3 секунды просто констатация факта что человек не получал решение отсюда не был констатации конкретно да ну а вот а 333 а 333 когда человек подхватывает дела он просто пишет да и как правило то есть брать просто например ну 100 рублей да то неустойку можно с предъявленных 100 рублей снизить до 30 а то и до 10 рублей а в некоторых случаях вообще отменить неустойку а что касается микрофинансовых организаций ими вообще в досудебке можно вопрос закрывать вот так вот ну да там вопрос закрывается обычно как микрофинансовая организация выплатить вот эту часть то есть основной долг платить и все и больше не да это это как минимум а как максимум если человек уже выплатил и далеко забрался за сумму которую выплатил то микрофинансовые организации вообще отдают в эту биржу доложников и там дальше коллекторы и все а в суды даже не подают что касается банков то да подают в суды но если человек будет вовремя ситуацию контролировать не сам так с помощью юристов ему это будет намного легче и есть хороший на мой взгляд термин да вот ты говоришь про неустойки про проценты и про то и про это и про пятое и про десятое я это могу покрыть скажем так одним четким таким с долей юмора аргументом какая разница сколько не платить понимаешь потому что сколько бы да в суде не нарисовали цифру да вот все равно это свалится в исполнительное производство а взыскать и оно все перейдет в пятьсот тысяч рублей да пятьсот рублей в обобщенное исполнительное производство в том случае если человек грамотно ситуацию контролирует ну да конечно тут нужно просто предоставить и тем самым создаются условия когда банку выгодно отказаться от претензий потому что когда человек платит эти пятьсот рублей через судебного пристава они идут не на покрытие процентов как ты наверное догадываешься а четко на погашение тела кредита на судный счет и в этом случае о чудо банк не может признать кредит безнадежным потому что не такой он уж типа безнадежный и вот эта отрицательная бухгалтерия болтается у банка bel股 они регион скажем — блин ее владимир газ их выживать суда на руках в пользу банка. Покупайте за 100 тысяч этот долг. И знаешь, бегут, покупают, дебилов много. А потом приходят точно так же в суд, а в суде ему говорят, ну вот по 500 рублей чувак платит, а что мы с ним сделаем? Ее больше нет. Вот и все. Примерно так это выглядит. Но это в том случае, если человек грамотно к ситуации подходит. Ну это понимаешь, если человек, проблема в том, любого должника, что он чувствует определенную долю вины своей. А это в корне неверно. Ему дали его же деньги. Вот. При том, при всем, даже в этой части не так уж и много его денег. Слушай, Максим, вот нормально поговорили. Если хочешь, перезванивай, будем общаться немножко, может, другое время. Мне сейчас просто надо ребенка на танцы вести. Ты все спросил? Я понимаю. Да. Давай, если тебе что-то интересно, ты не стесняйся. Конечно, я буду говорить. Давай общаться, и может быть у тебя, я тебе предложу в самом будущем хорошие партнерские отношения, сотрудничество. Нам партнеры в регионах нужны. Вот. То есть развернешься на 180 градусов. Вот. Может зарабатывать начнешь хорошо. Ну, может быть. Если захочешь. Думаю, все-таки нет, скорее всего, я пойду посмотреть. Я больше люблю... Жаль. 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 Ладно. Мне просто не хочется быть юристом, на самом деле. Интересная профессия. Но просто как человек, который сидит с компьютером, я вижу, смысл в компьютере. Ладно. Все. Давай. Мне надо ребенка вести на танцы. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok